Оазис прямо в центре Тегерана, оживлённой столицы Ирана. Это великолепный дворец Галистан, застывший в умиротворении и роскоши. Название переводится как «Дворец Рос». Архитектурный шедевр построили более 400 лет назад, во время правления Тахмаспа I. Позже его много раз обновляли, дополняли и частично разрушали. Большая часть уцелевших построек относится к периоду правления Насреддин-Шаха, который занимал трон около полувека. В 2013 году дворец был внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня это самое популярное туристическое место в Тегеране. Ежедневно дворец посещают сотни иностранных туристов. «Нас особенно интересуют здания. Мы специализируемся на восстановлении зданий. Поэтому нам очень интересен процесс сохранения исторических построек, таких как это». Иран становится всё более популярным туристическим направлением. Многие едут сюда, чтобы посмотреть на исторические здания и уникальную архитектуру. Этот дворцовый комплекс – старейшая постройка Галистана, которую считают вершиной иранской архитектуры. Здесь находится трон из жёлтого мрамора, созданный в 1806 году. Он составлен из 65 частей и держится на плечах шести ангелов и шести демонов. Ступени украшены драконами и львами. Зал использовался для официальных приёмов. Последняя коронация была здесь проведена в 1967 году. «Наверное, самое значимое историческое событие, которое здесь произошло, это когда Ага Мухаммед Шак Каджар, восседая на мраморном троне, провозгласил Тегеран столицей Ирана. Также в период династии Каджаров здесь зародилось искусство иранского кинематографа». Архитектура включает персидские и западные элементы. Самым живописным считают комплекс с длинным бассейном и фонтанами. «Дизайн этих зданий – комбинация иранской и европейской архитектуры. Во время своих путешествий в Европу на Срединшах и другие монархи династии Каджар были поражены зданиями Европы. Поэтому они использовали такие элементы в архитектуре и орнаментах дворца Галистан». Впрочем, недостаток финансирования со стороны правительства приводит к тому, что за зданиями и садом нет надлежащего ухода. Сотрудники комплекса говорят, что в скором времени дворцу потребуется реконструкция. Благодаря историческому соглашению по ядерной программе, которую Иран подписал западными лидерами в июле прошлого года, туристическая сфера страны стала стремительно развиваться. Власти надеются, что к 2025 году число иностранных гостей увеличится с нынешних 5 миллионов до 20 миллионов туристов в год.